Вот разрушение Белгорода за моей спиной. Белгород с прошлого года под обстрелами он стабильно превращается в Донецк. И так в Москве случается трагедия, страшная трагедия, соболезнования, там семьи погибают. И семьям погибших, так сказать, пострадавшим списывают кредиты банки по указанию даже сверху иногда, прощаются, так сказать, с долги по ипотеке, прочее, прочее. А белгородцы сожгли. А мы разве, это что, москвичи люди? А нам кто-то что-то списал? Нам вот так же по кредитам есть такое послабление, такие льготы? А мы все время под обстрелом. Мы, так сказать, сирена воет, теперь уже почти каждый день. Значит, москвичи люди, а мы замкадным живущие не люди. Я к нашим властям еще обращаюсь. Вы не понимаете, что вы делаете? То есть, когда Белгород уничтожается, это все, это в порядке вещей. Швейкино, Прохоровка, другие города и села. Это нормально. Значит, там не надо никому, соответственно, никакой помощи, никакого ослабления по кредитам. А в Москве надо. Вот даже в этом нарастает напряжение. Амигрантская тема. Я уже слышу комментарии, тоже слышу такие комментарии, женщины простые. Она говорит, что в Тверской области села без людей. Вот пока наши мужики там на фронте за неведомые села, там, соответственно, никому неведомы ходу своей жизни, у нас вот в безлюдящих тверских селах там уже появляются мигранты. Уже там звучат, собственно говоря, песнопения из мечети через динамики. То есть мы там ложимся, да, а тут вот нас замещают. Вы понимаете, вот что, к чему ведет ваш курс? Ну, Белгород только, кстати, один, это, кстати говоря, пример еще не закончен. Потому что все вы знаете этого человека, да, и здесь мегатеракт, это преступление, так сказать, террористов, и тут довело до кризиса. Ну, тут, собственно говоря, тут его дурость усилена, он же ведет свои передачи по Хамске, вы помните? Он назвал белгородцев там истерящими, там истерящей дрянью, по-моему, я сейчас не помню, как я уже там в Белгород на уши стал. Как ты смеешь, Соловьев, о нас так отзываться, о нас живущих под обстрелами. Но даже здесь, видите, что, так сказать, как вот эти последствия, вот этого ядерного психологического удара террористического, как они начинают распространять. Я, конечно, надеюсь, что его, в конце концов, в России один выпрут. Вот этого хама, который вместо того, чтобы обсуждать проблемы, настоящие проблемы, он, собственно говоря, все топит в хамстве и, так сказать, в площадной брани. Вот, но, тем не менее, факт остается фактом. Все делается так, как и запланировал в Генеральный штаб. Просто по плану, вот по графику. В Армении запретили трансляцию программы «Воскресный вечер» Владимира Соловьева. Передачу показывали в общедоступном вещании канала РТР «Планета». Официальная причина – оскорбительные высказывания по национальному признаку. Но также нельзя не отметить, что это происходит на фоне резкого охлаждения отношений между Москвой и Ереваном. В 2023 году Армения фактически прекратила участие в работе ОДКБ, а также присоединилась к Международному уголовному суду, который выдал ордер на арест Путина. Сегодня днем Белгород вновь был атакован беспилотниками. На этих фотографиях видно, что пострадали окна и квартиры на нескольких этажах здания. Еще один дрон, по сообщению Министерства обороны, был сбит в области. Начиная с 10 марта обстрелы Белгорода и области стали ежедневными. Почти каждый день есть погибшие или раненые. И остановить это можно одним простым способом – вывести войска из чужой страны. Начальник Генштаба Владимир Цемлянский пообещал не отправлять срочников на войну. Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей вооруженных сил и других воинских формирований на территории Российской Федерации. В пункты дислокации подразделений вооруженных сил в новых регионах России – это Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области – или для участия там в выполнении задач специальной военной операции – военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут. Но цену этим словам мы знаем. Ни призывников, ни тех, кто призывается на сборы, мы никого не используем и не собираемся использовать. В боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочно. И не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса. Поэтому в период призыва до 15 июля важно быть особенно осторожными. По возможности не жить по прописке, не открывать незнакомым. Если можете, уйдите на удаленку, чтобы не встретить военкома на работе. И самое главное, даже если вам вручили повестку, обходите военкоматы стороной. Всю неделю олигарх Агаларов и его семья рассказывают о безупречной работе системы безопасности в Крокус-Сити-Холле. Однако достаточно свидетельств, что почти все эвакуационные выходы были закрыты. Десятки человек задохнулись, пытаясь выбраться из полыхающего здания. Журналисты агентства предполагают, что конструкция кровли была сильно перегружена, а сброс воды на крышу вызвал ее быстрое разрушение. Кроме того, акустические панели отделки могли выделять токсичный дым. На фото из зала видно, что стены полностью выгорели. Телеграм-канал «Можем объяснить» отмечает, что в 2019 году проверка МЧС нашла 31 нарушение в Крокусе. И неизвестно, устранили ли их вовремя. Теперь есть большие сомнения, что чиновники из МЧС понесут хоть какую-то ответственность за произошедшее. И вот свежий пример. Бывший глава Кемеровского МЧС вышел на свободу, не отсидев и года по делу о пожаре в Зимней Вишне. Его осудили только в прошлом году, а уже в марте истек срок давности преступления. Напомню, что тогда погибли 60 человек, 37 из которых дети. Самый крупный теракт в столице за 20 лет – совсем неважная тема для Путина. На еженедельном совещании Совбеза он решил обсудить торгово-экономические контакты на международном уровне. Также за неделю с момента теракта у Путина не нашлось времени приехать на место трагедии. А еще сегодня силовики пришли с обысками в офисы криптобирж в Москва-Сити. Телеграм-каналы предполагают, что визит связан с терактом в Крокусе. Как раз вчера Следственный комитет заявлял, что исполнители получали деньги в крипте из Украины. Хотя не стоит исключать, что под шумок расследования силовики просто решили покошмарить криптобизнесмена. В России возник дефицит датского сверхбыстрого инсулина. Госзакупки за последние три месяца упали на 95%. В Минздраве говорят, что все в порядке. Мол, есть же отечественный инсулин. По мнению врачей, датский фиасп был одним из самых эффективных и качественных препаратов. Россия – это такая страна, которая напрямую управляется Богом. Потому что если это не так, непонятно, как она вообще существует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова